Итак, всем привет! Мы уже играем во всеми известный FallHuis, но я всегда забывал, что у него есть приставка Ultimate, not good. И я FallHui113, номер блатной, у нас четвертый уровень, мы играем за волкообразного пиздечка по имени Пончик. И с двумя глазами типа Тик-Так, и мы уже ищем игроков. Ну, в общем, продолжаем. Для тех, кто не знает, мы еще не посмотрели все режимы, и что самое главное, как оказалось недавно, мою мозгу прозрело, мы еще ни разу не победили. Меня это только сейчас осенило, но я думаю, что может быть в третьей серии мы победим. Например, может сейчас, если лобби все-таки заполнится, и четыре человека присоединятся. Вертушка, ну, мы уже знаем, что это уже полное, да? Вертушки нужно ставить на самолетах, а не на детских препятствиях. Это нам уже давно известно, и летая в стратосферу, мы уже понимали, что плохо заканчивается эта вертушка. А один из самых сложных раундов, как по мне, и, кстати, мы еще не получили, как по мне, важное достижение, что типа мы первые добрались вообще. Хватит толкаться. Реально, вот остальные улетают, а я должен страдать вот по этому поводу. У-у-у. Интересно. Что происходит? Ну, как бы, я думаю, мы успеем все-таки 42 игрока. Здесь сразу нажимаем shift, как бы по-другому. Прыгай. Мастер по скалолазине. Неплохо пролетели. Ну, как бы, физику мы уже знаем, да? Осталось по практике. Ну, это как бы, я на экран гляжу, как будто меня столкнули, но мы проходим каким-то образом здесь вообще каким-то образом. Ну, может, нам все-таки повезет? Ну-ка, как проверить свою удачу? А ты пройди через эту херню, и у тебя ничего не получится. Ну, неплохо. Я, конечно, обалдеваю с этой удачей. Ну, это хорошо. Ну, это реально легко, и я даже думаю, что здесь мы можем нажать там 3, повеселить там всех. Круто, молодец. Вот, тот-то подписался, кто... Отойди от меня. Я тут вообще ролик делаю. Красавчик, тот-то подписался. Правильно. Вот и правильно, мы прошли. А, кстати, я вообще не следил. Я уже думал, вот это был бы прикол, бы вы были. Вот это да. Fall Voy 2.03.4. Ну, как бы, я его уже встречал, как будто вчера играл. Ну, как бы... Почему Face First? Почему лицо первое? Asus 51. А, не до конца заходят игроки. И мало выбывается в самом начале. Ну, ладно, ничего страшного, как бы. Много, не мало пока что. Вот я бы прикольнулся, если бы вот это вот... Опасные блоки, вот эти вот... Финал сразу. Вот прикол. Барроходчики. Это впервые я вижу. Вот что. Ну, я уже, как бы, вижу интеллектуально... Что здесь нужно делать? Как бы, элементарно. Три цвета, шарики стоящие в середине. Ну, как бы, любой... Тик-так поймет. Эм... Ну, набрать их в свою сторону реально легко. Хотя нет, сложно. Ха-ха-ха. Это я мастер. Ну, у нас 4, даже 5, прикиньте. Давайте, давайте, туда-туда. Толкаем туда. Ну, нам главное удержать вот это количество. А может, даже и меньше. Молодцы. Реально молодцы, ребята. Держат как надо. Всего лишь минута. Я даже не парюсь здесь уже. Либо на дурачка, либо на дурачка. По-другому никак не может быть. О-о-о, я кривой. Так, мы проиграем, а не выиграем. Как бы, никогда нельзя следить за счетом каким-то. Там... Ну, ноль в желтых. Как бы, но... Победа уже гарантирована. Я не думаю, что желтые так быстро себе наберут там какое-то количество очков. Невероятное. До сих пор ноль. Вот это везение. Ну, это однозначно. За 20 секунд даже шарики здесь не катятся. Здесь такая физика. Детский волейбол какой-то, да? Откровенно говоря, легко. Но что самое интересное, здесь какой-то беспредел постоянно происходит. Вот посмотрите на эту кампанию. Или на эту кампанию. Ну, то есть прыгскоки здесь существовали всегда. Вот видите, я поболтали, и мы прошли. Ну, как бы, а как не пройти? Раунд завершен. Раунд это когда по отдельности. Это какой-то... Тим раунд, может. Показать имена я до сих пор не разобрался, что это за кнопкой. Но мы уже знаем, что бы сделать, если я нажму что-то не то. Выйти там случайно. Ну, мастера воротов это... Я вообще ниндзя. Я некий дюдо-мастер в этом деле, реально, как бы. Ну, фолгуис это моя игра. Только шестнадцать человек проходит. Ну, мы же с самого начала пройдем. Мы подождем, как бы, народ. Там пройдет, что-то сделает. Дальше, я думаю, мы как-то разберемся. Ну, катится и катится. Ничего сложного нету. Нет, нету. Сложного ничего точно нету. Почти уверен. Уху-ху! Встаем, встаем, не лежим. Кто толкает? Меня кто толкает? Мы проиграли. Конечно, меня толкал воздух. Я ж птенчик. Не, не. Не в этот раз мы победителя смотрим. Не может быть. Ну, да, опять. Технические неполадки. Я не знаю, в чем проблема, как бы, но... Встретимся, когда они решатся. Так, и снова я тут. И у меня тут внезапно, в мои глаза обратили внимание, что у меня восемь тысяч монеток. И интересно, куда их можно вообще потратить. Ну, чтобы остаться ложком, который в итоге не узнал, что тут есть какие-то классные вещи. Я потратил на какую херню. Ну, румянец это по-детски как-то, да? Ну, как-то вот все вот по-детски выглядит за эти монетки. Вот я понимаю, мускулистый. О! Вот это да! Вот это бомбило. Ну, и посмотрите на этого пацана. Давайте еще разочек. Бомбило. Тарас Бульба. Мастер. Ну, как бы, окопить на румянец, но это... Это, знаете, по-молоденнически как-то. Еще соску прилепить. Осталось только. И все. Как бы, мы продолжаем. Мы играем все-таки по-взрослому в детской игре, как оказалось. Все-таки она не для 45 лет. А жаль. Я ведь рассчитывал на это. Ну, лобби заполняется, и заполняется странно. То есть, 58 человек моментально, а 2 человека... О, оно уменьшается! Люди не готовы ждать столько. Головокружительная высота. Это что-то новое. И я этого вообще ни разу не видел. Это меня поражает. Игра меня все еще удивляет. И, честно, меня это не радует. Не понял. Прошли один... А, нет. 42. Тоже приколистый, да? Я не понимаю, можно убрать эту мышку или что? А, я за нее хватать могу, что ли? А в чем прикол, как бы, ну, очень легко? Здесь даже прыгать ничего не надо. Элементарщина, ну, полной воды! Шарики детские. Вот эти детские игры меня увлекают просто. Хватит толкаться! Уф! Главное, чтобы не пульнуло. Ну, все уже. Ну, 42 человека. Ну, это элементарно. Реально. Детские игры. Не, не детские. Меня просто дотолкало до финиша. Ладно, проходи. В первом раунде все проходят. Это такой фильтровочный пункт, в котором фильтруются тик-таки, чтобы пройти дальше. Ну, как бы, все они должны проходить, чтобы барака не было там. Может, кто-то на пробел не умеет нажимать, он не пройдет этот уровень. А игре такие, которые на пробел нажимать не умеют, не нужны, как бы. Ну, выбывают. А вот умеют нажимать на пробел. Прошли. Ну, как бы, элементарно. Раунд завершен. Ну, а те, кто не умеют нажимать на пробел, остались выбывать. Ну, или тех, кого растолкали, что маловероятно. Неплохо, кстати, отняло. Я аж рад, честно. Ну, вот волк... Надо менять волка. Слишком мы похожи на других волков. Вот больно. Близнецы какие-то. Поражительно. И следующее у нас... Незваные гости. Да. Где-то я уже это слышал. Ну, при чем тут гости, и при чем тут незваные, я до сих пор не понимаю. Не детские качели. Но название здесь оригинальное. Видимо, какой-то гений решил порадовать свою душу, хоть где-то вылить, как бы. Ну, явно третьим откроется, как бы, гениально, да, идти туда. Ну, как бы, физику, понимаешь, как бы, все просто. Элементарная игра. Может, мы даже первым дойдем, прикиньте. Ну, или десятым там. Странно. Некомандные раунды какие-то. Не понял. Вот у меня подскочило. Главное, вот тут не ломануться по полной. Мы, мы в пятнадцатом пришли, тут даже разговоров нет. Уже щелкаем, как орешки. Фоллард, это хуйс. Не успел. А жаль, картошка фри, это классно. Я тоже хочу быть картошкой фри. Неплохо выбывает, слушайте. А я заметил только сейчас, что снизу еще подскакивают проигравшие, чтобы повеселиться, чтобы утешительный приз. Подскочи на херне. Как бы, не расстраивайся. В следующий раз повезет. И подскакивает на этой херне. Может, что-то новое? Все-таки я еще много чего здесь не видел. Как будто это новая карта, реально. Не видел. Тем более, обновление сегодня было. Может, это реально новое? Душевная равновесие. Ну, мы уже... Видимо, я настолько душевно уравновешен, что этот раунд невероятно легкий. А не стоит, как будто какая-то буква или слово складывается. Ну, в общем. Вас выбили, тринадцать человек. Ну, все равно же четыре человека выйдут из игры. Элементарно. Вот и началось. Вот это вот детские игры. Вот эти вот. Полная легкотня. Ну, реально. Просто беги и радуйся жизни. Больше ничего не надо. Разноцветным пончиком. По имени Тик-Так. Ну, это реально легко. Ну, просто. Где не поверни свою голову, ведь здесь возможности выиграть. И не проиграть этот раунд. Одно удовольствие. Как можно бы убивать? Ну, ладно. Ну, как бы я даже не знаю, что здесь комментировать. Вот есть какой-то цвет интересный. Вот у нас фитнес-спортсмен. Курица-лапы. Ну, как бы на разновидности игроков интересные. А никто не выбивает, вы прикиньте. А усложняться будет как-то? Или на лошка, как бы, не нажал пробел, нажал выйти из игры и как бы выбился. И как у них там это работает. А кто-то вот копит на редкие цвета там. Ну, как бы, да? Легко. Я как бы даже не стараюсь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть не упали. Как говорится, да выпендривались. А фитнес-спортсмен-то бегает. Вы посмотрите на это. Я здесь просто наблюдаю за игроками. Вот это красивый цвет. Чёрный, синий, космический. Непонятный. Вот этот чувак чуть не упал, но ему повезло. Ускоряется. И я поражён. Или нет? Похоже, нет. Просто уже в глазах мне лещится. Эти пончики разноцветные. Ну, какие-то проблемы, видимо. Пончик. Ну, как бы, долгая игра. Пора бы уже закончить, реально. Сложнее не становится. Может, здесь какие-то профессионалы, реально. А может, здесь до такого... Ладно, выйду. Слишком долгая игра. Лучше найду новую. Не, быстрее стало. Быстрее. Ну, я прошёл. Ну, конечно, прошло. А что это было там? Раунд завершён. Ясное дело, что он и не начат. Как можно было играть так долго, что и выбилось четыре человека? Может, сейчас финал? Может, сейчас футбол будем? А прикиньте футбол, в который я не умею играть. Оооо, тесная вечеринка. Обходите, держитесь подальше от стены и оставайтесь на платформе. Ясно, командос, капитан. Сейчас разберёмся. Вот он только вылупился, тик-так. А что значит оставайтесь? Какая стенка? Мастер. Капитан непонятно. А, летающая стенка? Ну, откровенно говоря, смешно. А кто умирает? Разве здесь можно умереть? А разве можно умереть? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А можно? А можно умереть? Я как лох второй сдох. Вот так складно. Я так и печален, честно. Я как-то даже расстроен, что такое простой раунд, то я не заметил. Ну, проблемы. Говорю реально. Ну, скоро мы оденем всё-таки какие-то штаны, а то голым пончиком бегать всё-таки неприлично. Я просто посмотрел, путь славы следующий. Это какие-то прозрачные штаны, которые не выполняют свои функции штанов, потому что они прозрачные. Но логика в этой игре явно присутствуют. Это ясно было давно. Но это, наверное, пресс-последняя игра. Как бы мы ещё не всё посмотрели, да? Это я буду говорить в каждой серии. Но даже когда мы посмотрим всё, я буду говорить, мы ещё не выиграли. А там появятся новые карты. Пока играем в вертушку, набиваем, так сказать, натачиваем умение игры, а там увидим. Но реально, я не закончу, пока я не выиграю хотя бы раз. Преодолейте препятствия и доберитесь до финиша. Куда понятней. Простеньки бы сразу так объяснили, а то летающие какие-то херни меня сбили. Я сдох. Ну, круто. Может, мы первым прибежим? Ну, конечно! Первым. Всех расхерачил. Первым мы бежим. Дайте встать-то. мастера по фитнесу. Встать-то, дайте. Ой, честное слово. Ну, честное слово. Ну, как бы честное слово. Какие-то достижения получаем я уже не первый раз. Здесь грохаюсь, умираю, как бы. Здесь уже проходится ну, реально легко. Ну, мы уже выучили. Мы как бы как первый класс, только, знаете, с девятого на второй год остался пятьдесят три раза. Ну, как бы всегда скидывает тут. Вопросов нету. Это намоталка вообще серьезная. Ну, как бы легко. Мы пришли пятнадцатыми. Ну, пятнадцатыми. И, кстати, мы не разу не проходили десятыми. Это, наверное, на что-то влияет. О, белый чисто. Кстати, белый чисто классно выглядит. Ну, что-то в этом есть. Нотка стиля в этом присутствует. Он все-таки выглядит реально, кстати, оригинально по сравнению с кактусом. С еще одним кактусом. Ну, конечно, пончик зелено-черный выглядит. Оригинальный уже, ну, некуда. Ну, вот, кактусы это уже обыденно. Мы, как бы, кактусы мы в жизни видим, в реальности, в виртуальности. Так, белых тик-таков мы видим только в коробке тик-таков в этой игре. Прошло сорок два участника. Невероятно! Может, опять стенку? Такая была игра идеальная. Там просто осталось бы пять игроков, и эти пять игроков, наверное, играли бы в этот финал. И меня интересует одно. А финал здесь один? То есть, вот эти вот Тентеран местный или несколько финалов? Вот это мне нравится, когда не детские качели, вертушка, там, угадай, там, некомандная, там, игра. А, не детские качели, это, это легендарно. Ну, игра логучий, скажу так, на интернет именно, что я выхожу, и я могу не выйти и даже не получить свои обещанные награды, как бы, ну, элементарная физика. Давайте не толкаться, как бы. Прям, 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 я вот это вот слышу, как будто формула. Ну, как бы хорошо. Давай встаем, не будем скользить на нескользкой поверхности. Прошло 30 участников. Как же замечательно. Ну, как бы легко. Мы должны это понимать. Что игра сама по себе легкая и не требует никаких обязательств к какому-то рейтингу лет. Если 6 лет играем не детские качели. 45, 20, 30, а что если мы придем пятым? Пришел шестым, чтоб его. Он подпрыгнул и я не успел. Я в ярости. Давайте посмотрим на красивые номера. 1, 6, 0, 0. 1, 6, 0. Больше нет. Ну, херня полный. Мне так повезло, что ли, 1, 1, 3. Реально, что ли? Болотной номерочек. Что с ним? Он какой-то кривой. Ранее с ним все хорошо. Чисто последний игрок. Они еще пытаются там подскакивать. и что подскакивать. Видно же, что два игрока идут в финиш. Они что, спотакнутся, улетят, вылетят из орбиты и дадут выиграть этому кактусу, который в начале еле-еле прополз. Не понимаю. Зачем прикладывать усилия, если уже все? Ну, откровенно говоря, иди ищи новое лобби. Так, я говорил, что это у нас последняя или предпоследняя игра. Слизко-лизкие бои. Бегите от надвигающейся лавы, преодолевая препятствия, чтобы добраться до финиша. Вот это полоса. Вот это полоса. Вот это марафон. А что в конце еще какие-то безрюканы там? Вот эти вот шарики меня хотят зафигарить. Главное, мне нравится в этой игре практически все щипают друг друга, да, и все такое. Не понял. Да ну нафиг, пройду по-обычному. Что я как этот негостеприимный. Ну в общем легко тоже как бы ничего сложного. Проблем не возникнет. Ну я думаю. Давайте вставать все-таки. Блин. Мы можем проиграть, дорогие мои. отлично. Мы прошли дальше. И здесь как бы нет второго шанса. как бы либо проиграл, либо ты выиграл. Ну как бы другого не дано, извини, парень. ну как бы я не расстроен по этому поводу. Ой, так хочется выиграть. Ой, вот это скользкий, вот это скользкая фигня. Осталось буквально, ну ничего. Пожалуйста, можно мне дать победить? Я мечтаю о победе. Давайте не будем спешить. Осталось ну совсем чуть-чуть. седьмым пришли. Из восемнадцати значит следующий это финал, наверное. А прикол все умерли. Вот прикол. А реально может же лава быть быстрее реально столкнет, но не пройдет восемнадцать. А реально не прошло восемнадцать настолько сложно. Это очень сложный уровень. Только четырнадцать из восемнадцати. Ничего себе. А чего выбыло так мало? А типа все могут пройти? Пройти могут все. Ясно. Я буду знать. Все равно ничего не понял. И сейчас может быть финал по имени Тентеран. Игра в мяч. если мы выиграем останется буквально семь игроков. Мы что будем в Тентеран играть? Или может или рандомно выбирается. Даже может два игрока играть в Тентеран. Вот прикольно будет. Не понимаю вообще ничего честно скажу. Надеюсь наша команда понимает что нужно делать. Да ладно. Она даже почти забила мяч. Вы прикиньте? Какие мы красавчики. Ну чисто футбольные гении. Только нам не забили бы. Вот я мечтаю об этом. Я мечтаю о том чтобы нам не забили мяч. Плохо. Пожалуйста я так хочу чтобы нам не забили мяч пожалуйста дайте нам хоть один. Пожалуйста ну реально давайте не кривить вашими руками или чем они там. Ну пожалуйста давайте молодчик красавчик давайте побеждать все таки. Ну один мяч забить проблемы не так не идет а как забить там выиграть или как оно там работает не подскажете у нас проблема с мечом и вообще со всеми делами надо забить два меча и я бы расслабился чуть-чуть так ненадолго но расслабился давайте как бы работать надо надмечековой активности ой какой я криворукий чувачек но нам забили второй мяч нам почти забили третий у нас осталось 30 секунд в общем откровенно говоря я уже даже сам себе забил мяч в общем нафиг эту игру этот футбол я говорил я не футболист я даже вратарь херовый я даже на ворота не стою и пятый мяч нам забили ну в общем ясно команда распустилась это фолгу и стим у нас какой-то вот там фолгай и стим который выигрывает а у нас фолгу и стим как бы ну результат налицо как назовешь корабль так он и поплывет назвали фолгуйс у нас игра вышла фолгайс и в итоге мы сейчас фолгайс ну мы упали ясно это неинтересно когда падают игроки это херня ну в общем наверное да наверное мы сыграем последнюю нашу игру на сегодня да и это кстати первая игра в которой у нас было пять раундов и пятый не был финальный или нет а нет я просто в пятом раунде всегда погибаю ну мягко говоря падаю фолгайс и как бы мы не можем не в состоянии победить ну у меня проблема просто с пальцами и вообще с координацией в плане тик-така в игре не понимаю что он делает как бить мяч ногами а мне нужно прыгать я такой футбол впервые из жизни играю стали новые уровни появляться головокружительная высота как играть кнопками ну это легкий уровень почему как бы не показывать всю карту ясно а зачем ее показывать побежали ну в начале каждый понимает куда идти куда бежать ну как бы первый уровень да я говорил не проходят на первом уровне только те кто не умеет нажимать на пробел на пробел я вроде как нажимать немножко умею ну как немножко чуть-чуть так ой ну дайте пройти реально какой-то тупняк или там это что невероятная игра ну проходим вроде как ничего сложного ну мы как бы уже не в первый раз в это играем меня как бы толкает к финишу я как бы счастлив но мы прошли и что самое интересное три игрока уже прошли интересно что дает игроку первому который прошел я вот мне так не терпится это узнать просто хочется так победить так победить я так хочу побыть на этом месте показать свой классный ник фолгуй 1-1-3 победа реально так не хочется вот какая-то жажда жажда победы это у всех так или только у меня неплохо отмотало аж 10 игроков вот это мне нравится а каждый раз так нельзя главное чтобы в финал не был вот этот тентеран падающий песок не до блоки это нереально я стою на меня падает пингвин он бросает блок идет дальше я падаю вниз там летающая жижа вы проиграли ищите командный хвост пистолетом ну давайте командный хвост пистолетом заметьте и как бы ну как бы давайте украдем наверное у кого-то хвост хотя бы один да поприлично украли ну как бы проблем не составил то есть у нас уже украли я не обратил на это внимание не получается украсть у него пацаны не получается криворукий а кто поможет с руками не получается у меня украсть беру своего же игрока с хвостом пистолетом и пытаюсь украсть у командного моего синенького персонажа хвост ну как бы у своего же ну как украсть на вовсе получилось ухожу отсюда почему у нас два давайте хватать прикол ла 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 ну как бы украсть мне нужно хватит меня держать вот эта вот тактика держать вот это вот все ой кофе спотакнулась ммм ну я как бы молчу потому что я весь сосредоточен наша команда как бы в одном месте и ну если что от проигрыша как бы и я напряжен здесь каждую секунду меняется направление игроков и я уже не в состоянии определить кто выиграл кто проиграл у меня украли хвост пока я вставал на колени ну как бы стандартная тактика лоховства в этой игре 10 секунд до финиша и я упал спотакнулся бордюр меня украли я в общем лох и вообще не подобрал хвост ну как бы стандарт стандарт пополнительное время че интересно а это мне интересно а это очень интересно главное чтобы наша команда не проиграла как бы мы прошли я очень рад этому а что почему я рад потому что этого состязания больше не будет но еще больше я буду рад если не попадется футбол которым мы всегда постоянно проигрывали потому что я не знаю как бить мяч если бы я знал я бы что и сделал но я такого футбола не знаю может вы мне расскажете идеальное совпадание легкая игра в которой вы встаете к умному чуваку вся команда становится к умному чуваку вся команда не погибает никто не проигрывает проиграть в этой игре невозможно запомнили персик херня персик либо сюда встать ну как бы элементарно пока два совпадания как бы ну легко персик все стоим на месте никто не проигрывает ну как это у всех память хорошая банан арбуз виноград штучка арбузик банан виноград тут упал расстроен ну ничего страшного арбузик виноград вишни виноград тут арбузик арбузик я буду стоять на арбузике банан с другой стороны персик этот или как его там вообще арбузик я на арбузике все хорошо о какие молодцы арбузик ну это легко один чувак мне его жалко он не прошел хотел надеяться на своем как бы но не вышло почему все прошли один упал я это помню странно вижу его нужно сделать сложнее реально пока не упадет там 10 человек вот это я понимаю адреналин склейские бои это очень сложно это кстати последний режим перед финальным это предпоследний у нас сегодня режим следующий наверное точно будет тентеран его давно не было и я по этому поводу расстроен в прошлый раз прошло всего лишь 14 игроков но мы пойдем по умной тактике никаких понтов исключительно аккуратная игра как бы да ничего более все хотят потолкаться это я понимаю это как бы я даже не сомневался я весь в ожидании как бы ну пока легко откровенно говоря ну мы прошли вот это скользкая фигня ну хватит стоять здесь реально что за беспредел стоит он реально обалдели игроки реально обалдели ну как бы да хорошо это легкий режим в котором я как бы дрифчу на дрифте весь на дрифте я готов подождать как бы в состоянии ауч хорошо замечательно мы прошли мои поздравления 9 9 это скилл вообще а сколько пройдет вообще фига не 25 даже прошло вот это прикол а все равно есть пройдет 25 реально топ что они реально столько сколько прошло а изначально то могли пройти все типа настолько сложная карта что не ограничено место но если ты прошел молочек ну как бы да логично а чё а то чё рок-н-ролл на 16 человек сейчас станет еще на 6 меньше 10 человек останется но это хорошо и потом финал какой-то жалко что он пока один я так понимаю толкаем мы все в толкании у нас меньше всего игроков один чувак сразу пошел вперед ну как бы да это победа все вот кто его знает какая там победа может быть и мы знаем что нам нужно толкать в ту сторону тупой давайте толкать мяч толкаем мяч мастер пора пинел ну как бы пора худгейм ну мы проиграли потому что один умный человек не докатил мяч ну конечно меня выбили моя команда не справляется с этой игрой гениально обожаю 11 коков а дальше что но я выхожу я как бы да я все я сказал на это играть не буду не смешить меня чего я не хочу знать что это но ни хрена себе я тоже корона хочу я выхожу из игры я сказал да я хочу пакет открылась штанина какая то ну конечно надеть ооо да это серьезно это прям прогресс но я думаю на этом мы сегодня закончим с вами был Хой-хой Хой-хой Фолл Гай 1-1-3 И также Ричард Это третья серия Но мы обязательно продолжим И не закончим Пока мы не возьмем корону Пока короны нет Могу попрощаться На этой незаконченной ноте Плейлиста Фолл Хай Всем до встречи Всем пока